Мы хотим маленького той пуделя, он такой небольшой, и говорят, что он самый умный. У каждого человека в Польше, у каждого поляка есть песик. Огромная коробка, там три пары носков, мы с кроссовками еще решаем вопрос. Есть Me Balance, который супер неудобный, натирает мне мозоли. И есть зимний, но зимний в 20 градусах, да, снеговцы, я не могу уйти. У-ла-ла! Ну, красота же! Конечно, это кошачья лапка, но я представляю, что это лапка песика. Мы сейчас рады любому совету, потому что мы уже там сходим с ума. Вдруг следующее видео, мы уже такие, мы купили песик. О, господи, пусть так и будет. Ребята, у нас такая новость. Мы тут с Сашкой сегодня подумали. Может, спросить нашего хозяина, а вдруг он разрешит нам иметь песика. Сашка, и мы спросили с Сашкой, мы-то хотим, мы хотим маленького той пуделя, он такой небольшой, и говорят, что он самый умный, и вообще, что он вот идеальный для квартиры, и вот для, ну, такой компанийский пупсик. Компанийский пёсик. Мы, короче, спросили, и я говорю, надо именно сегодня, и мы именно сегодня спросили, но дальше Сашка должен рассказать. Это что у меня эмоции переполняют, ребята, я готова прыгать и визжать. Ну, вроде всё нормально и можно, всего лишь, ну, как бы залог тысячу злотых на всякий случай. И если повреждения не будет, то это даже можно вернуть. То есть, да, если мы, точнее, не мы, а этот мелкий, ничего нам не повредит. Ну, то есть, у нас не очень дорогая мебель, мы знаем, она в Икеа продаётся. Обычная базовая мебель. Всё, что мы даже сам её готовы поменять, мы знаем, что это не очень дорого стоит. Но в любом случае, это очень круто. Если что, нам даже вернут эти деньги, если он ничего не поцарапает, не погрызёт, ну, погрызёт, скорее всего, да. Короче, ребята, встречайте влоги, мы ищем пёселя. Ну, теперь надо искать, потому что мы не особо ещё занимались. Если честно, я очень хочу, это прям мечта. А, кстати, это вы, поляки, виноваты, что я так сильно захотела пёсика. Саша, кстати, тоже. Потому что вы, вот такие вредные люди, завели себе пёсиков. У каждого человека в Польше, у каждого поляка есть пёсик. У меня такое чувство, потому что куда не выйдешь, куда не глянь, везде вы ходите с пёселями. Не стыдань совести. Да, Сашка? Ну, и мы после... Ну, вообще, в Беларуси, как бы, есть тоже пёсели, но не в таком количестве. Это первое, что нам бросилось в глаза, когда мы сюда приехали, это что, блин, все гуляют с пёселями. Это чё такое? Короче, ребята, у нас будет пёсик. Всё, надо... Сейчас у нас очень важное дело. Нам нужно найти заводчика, съездить за пёсиком. Ещё это, кстати, может ждать, может ждать несколько месяцев придётся. Ну, надо найти такого звуча, который побыстрее нам дает. Да? Пёсик, он уж хороший. Будет следить за видео и посмотрит, что мы хорошие люди, мы не будем его обижать. Да? У Сашки уже есть правило, он сказал, что я не буду пускать его к нам на кровать. Я честно говоря, зная Сашевина доброе сердце, он первый сдастся. Будем за этим наблюдать. Недавно я заметила, что мои пума, вот новые кроссовки, немножко порвались внутри кроссовка. И мы, короче, приняли быстренькое решение, что мы можем попробовать их вернуть, так как это, ну, как брак. Они месяц не прожили. Месяч ещё не прошли. Вот, и подумали, что возможно нам вернут деньги. Но мы ещё об этом не знали, как ещё до сих пор мы ждём, ждём решения. И в это время мы сказали другим кроссовкой, потому что мне нужно что-то носить. И, собственно говоря, мы сделали опроменчивый пост. А, мы уже не покажем. Да, уже заклеили для возврата. Да, заклеили для возврата. Ну, фотку-то. Фотку Сашка вставит. Вы увидите, они мне не понравились вообще. Ну, это не то, что я хотела. На фотке они симпатичные, но это не то, что я хотела. Но не супер. И в этом же магазине, там, чтобы... Короче, скидка... Нет, там... Или скидка. Чтобы была скидка на первый заказ, надо было на 200 злотых набрать. И мы докинули носки. Носки. Адидас. Их прислали отдельной упаковкой. Причём коробкой. Огромная коробка. Там три пары носков. Да, огромнейшая коробка. Оно, теперь, всё... А это, если что, их тоже можно вернуть? Да. Их кто-то пытался уже вскрыть. Посмотрим, реально. А, как-то... А, прикольно. Да? Снимается. Ну, реально, носки, ну и возвратные эти листы. Реально, ребята, просто носки в такой коробке огромные. Спасибо. Спасибо большое. Так, носки от Адидас. Пахнут рынком. Пахнут, как любые носки. Адидас, не Адидас. Ну, просто приятные такие, чёрные. И написано Адидас и Мэйдэн Турции. Ну, так. Короче, мы с кроссовками ещё решаем вопрос. А с кроссовками ещё надо решить вопрос. Дело в том, что я хочу пума, потому что они суперудобные. Просто невероятные. Они уже один раз подвели, и мы думаем. И мы думаем. Дать им ещё один шанс? Или искать новое? Или искать диадор, который никогда не подводит? Надо думать, ребята. Надо думать. Но думать надо быстрее, потому что сегодня 20 градусов. А у меня есть Нью Баланс, который супер неудобный. Натирают мне мозоли. Я просто не знаю, что с ними делать. Ну, я их пока ношу. И есть зимние. Ну, зимние 20 градусов. Да, эти снеговцы. Я не могу надеть. Ну, я их могу надеть, но это будет катастрофа. Ну, летние тоже невероятные. Ну, летние. И все идут, и я такая босоножка. Ой, боже, какой кошмар. Ну, вот и всё, ребята. Да. Особо рассказывать. Ищем варианты. Да, ищем варианты. Ребята, я же рассказывала вам историю про кроссовки, которые у меня порвались. В итоге мне вернули деньги. Потому что всё-таки я считаю, что это брак самого... Ну, производства. Потому что у меня они порвались внутри. То есть вот эта вот сеточка на пятке. Мы рискнули. Попробовали вернуть. В итоге нам за те кроссовки, вот Пума, которую я оставила, нам вернули деньги. Потом была ещё такая история, что я... Чтобы у меня было что носить. Я заказала совершенно другие кроссовки. Но я уже не снимала. Они мне не понравились. Я их отправила обратно. За них тоже вернули деньги. Ну, то есть в этот день я их получила, померила, поняла, что у меня не подходят, мне не нравится. И я их отправила обратно. И сейчас... И потом я решила, что всё-таки Пума, мне очень нравятся эти кроссовки. И я заказала другие, только на другом сайте. Точнее, всё это сделала не я, а Сашу. Просто я рассказываю, поэтому я от своего лица, благодаря Саше, у меня теперь есть новые кроссовки. Вот они мне пришли, и я хочу вам их показать. Тут ещё кое-что. Сейчас открою. Покажу. Вот сама коробка. Господи. И чтобы была бесплатная доставка, Саша, или что там, Саша заказал ещё... Нет, 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 чтобы скидка применилась. А, чтобы скидка, да, скидка применилась. Сашка заказал ещё себе две пары носков. Пума. Такие беленькие. Так. Я уже говорила, что кроссовки я заказала точно такие же, только другого цвета. Ну, то есть Пума, только другого цвета. Это какая-то... А, ну это, если нужно отправить обратно. И надеюсь, что нет. Надеюсь, что эти не порвутся, ребят. Потому что те кроссовки, они нереально удобные. Для меня, для моей ноги, очень сложно, я считаю. Они подошли идеально. Они немножко натирали сначала. Ну, мне вся так оба. А потом вообще, как в литую сели. У-ла-ла. Ну, красота же. Да, другого цвета я заказала. Я подумала, что синие, они не такие марки. Блин, классные сырки? Ага. Они офигенные, ребят, поверьте мне. Они такие мягкие и удобные. Очень классные. Так, мне нравится. Все, теперь буду гонять. Такие желтые яркие шнурки. Ну, вообще, они такие классные, яркие. Мне нравятся. Но они яркие, но при этом... Ну, они марки, конечно, будут. Но они такие, как белые, да, розовые. Вот, ребятки. Вот такая распаковка. Вот такие классные кроссы. Их обожаю просто. Супер мягкие. Все, распаковка состоялась. Ребятки, приветики. Я снимаю с телефона, потому что я забыла камеру. В последнее время я вообще все забываю. Я не знаю, что с моей памятью. Почему-то я сосредоточена на абсолютно другом. Не знаю. Вот, например, я иду с работы. Я уже вышла. И тут, бац, я забыла телефон. Приходится возвращаться. Либо вообще, знаете что? Я забыла один раз плецак. По-польскому плецак. А по-русски будет... Господи, дай бог памяти. Портфель. Забыла слово. Вот. И я сейчас... К чему я вообще включилась? Потому что я думаю, это будет интересно. Я уже давным-давно как-то рассказывала, что мне нужно сделать волосы. Я делаю кератин. Каждый год, каждые полгода делаю кератин. У себя в Белоруссии я делала. Тут я, соответственно, в Белоруссии вернуться не могу. Поэтому мне нужно искать здесь фризер. То есть парикмахера. Я нашла. Просто в Инстаграм девушку нашла. Она вроде бы очень даже ничего. У неё хорошая страница. Есть отзывы и так далее. Поэтому я решила сходить. Почему бы и нет? И вот сегодня настал тот день, когда я записалась. Ребята, держите за меня кулачки. Желайте мне удачи. Потому что всё это на польском. Не знаю, что будет, то будет. Я уже не чербаюсь. Нет, я ещё всё боюсь. Но конкретно в сегодняшнем случае я думаю, всё будет нормально. Если будет всё хорошо и мне нормально всё сделают волосы, дай бог, потому что я надеюсь, то я, может, потом расскажу, где я делала. Мне, в принципе, и не жалко. Много девочек переезжают и тоже ищут хорошего парикмахера. Я поделюсь. Мне, как говорится, не жалко. Я иду с работы. Вот была... Где-то полтора часа гуляла. Я покушала. Туды-сюды. И вот уже пришла мне ещё где-то минут семь. И я, короче, тут иду. И напротив такой классный парк. А знаете, как он называется? Сенкевич. Парк Сенкевича. Вот у меня тут карта включена. Парк Сенкевича очень красивый. Я вам сейчас покажу. Вы должны обязательно увидеть. А вот так выглядит парк с такими милейшими скамеечками. Находится в центре города. Он такой не очень большой, но очень красивый. Такие скульптуры. Прям в таком красивом итальянском стиле. Я не знаю, какой это стиль, а так просто, что в голову пришло. Ребята, как всегда. Надо было выкрутиться. Ладно, всё. Всё, я пошла дальше. Захотела сюда зайти, посмотреть, что тут есть. А посередине парка такой огромный, красивый лебедь. Или гусь. Наверное, лебедь. И по идее, летом тут работает фонтан. Но сейчас не лето, ребятки. Довольствуемся тем, что есть. Довольствуемся просто красотой. И, как вы заметили, погода тоже не ахти. А уже хочется пёсик. Вот что значит гулять по новым местам в Лоди. Вообще не видела этот красивый костёл. Он ещё в эту погоду, такую серую, выглядит ещё лучше. Короче, надо ещё изучать Лоди, изучать. А то мы сегодня в новом месте. Точнее, я одна в новом месте. И что-то новенькое вижу классно. Мне нравится. Он граффити такой классный. Я вчера снимала волосы. И сегодня уже, получается, утром я их помыла. Немного, конечно, по другой технике она работает. Незнакомая мне. Потому что я всё время делала у одной девушки в Беларуси. Но она немного по-другому делала мне. И поэтому я так напряглась сразу. Там, блин, какая-то фигня сейчас будет. Но в итоге всё нормально. Волосы у меня идеально ровные. Я их уже помыла. То есть классные, да, Сашка? Да. Вот, заплатила я за свою длину. И у меня именно кератиновыпрямление 300 злот. Но у меня длина, извините. Ого-го. Ну, слава богу, там уже ещё не до попы. Но да, длин. Ну, такие дела. Советовала бы я. Ну, да, почему бы нет. Кто в Лоди? Она хорошая девушка. Плюс у неё... Она рассказала, что у неё очень много из Украины девочек ходят. Поэтому она, в принципе... Ну, она не знает русский. Но кое-как с ней можно объясниться. Всё у неё нормально с ней было, прошло. Я, как всегда, боялась. Некоторые думают, что я просто так боюсь ходить куда-то. Но я боюсь не просто так. Я боюсь из-за того, что меня люди смогут не понять. Я не смогу донести точно мысль. Вот этого я боюсь. Понятно же? А не просто я боюсь людей. Я же не какая-то дикая. Вот, ребят. Так что это... Мне нужно так думать, что я какая-то странная. Ну, я, может, немножко странная. Но не настолько же. Вот. А, ещё утром сегодня мне, знаете, что пришло? Алехандро сегодня забрал. И Алехандро заказал. Мне пришёл вот такой новый чехол на Сашкин телефон. Уже мой. И с такой лапкой. Конечно, это кошачья лапка. Но я представляю, что это лапка пёсика. В принципе, если включить воображение, очень даже похоже. Но мне не очень нравится механизм. Какой-то сложный. Сомнительный. Как-то вот, конечно. А, может, его не до конца? Ну, так удобно. Ну, тогда палец не... Тогда палец не хочет. Алиэкспресс. Привет, Киотек. Если из девочек кому интересно, у кого я делала волосы, напишите мне в Инстаграм. Потому что тут я не буду оставлять ссылку. А в Инстаграме я, в принципе, расскажу. Я через Инстаграм и записывалась, поэтому... Ещё раз повторяюсь, короче, если кому-то интересно, ссылку я скину в Инстаграм. Вот, напишите мне. Сходили сегодня в магазин. Даже не в один. Захотелось ягод. И как раз были хорошие цены уже. Ну, мне кажется, хорошие. Как для весны. Ну, во-первых, пускавки. Пятьсот грамм за четыре с половиной злотых. Вызрите, какие они роскошные. Пахнут. Ну, на вкус... Пахнет? Дай понюхать. О, нереально, ребятки. На вкус, конечно, не супер сладкие там и спелые, но хорошие. Добротные. Да, неплохо. Я уже неделю мечтала о клубнике, и Бедронка прочитала мои мысли и дала нам акцию. Да. А в Лидле были эти... Баруфки. Баруфки. Голубика. О, ребята... Четыреста грамм за двенадцать лет. Тоже очень вкусно. Да и мне грязную. Я могу есть грязную, а Сашк нет. Ммм. Хорошая. Очень выгодная пачка. Вот так, по ягодам пройдёмся. Угу. Так что мы вот так такой закупчик делали. Ну, реально очень вкусно. Ну, да, мы не только это купили. Кое-что ещё интересное, но это уже... Ну, там же не интересно. Нет, потом покажем. А, мы хотим сделать суп журек. И вот где-то в воскресенье у меня будет свободное время. Ну, как-нибудь, да. Да, ребят, потому что у меня вообще нет свободного времени. Как и у Саши. У нас вообще нет свободного времени. Поэтому у нас, кстати, видео выходит два раза в неделю. Потому что мы работаем сутками. Ну, реально очень много работаем. Плюс я учусь, поэтому нет времени ни на что. Но мы всё равно никогда в жизни... Нет, Лайоню бы так говорить. Но мы не забрасываем наш канал. Ни в коем случае, потому что нам очень нравится. И, короче, всё это я всему веду, что в воскресенье будем снимать журек с суп. Мы уже всё прикупили. Так что следите за нами, оставайтесь с нами. И будем угощать вас с журеком. Доедаем мы тут ещё норвежские вкусности. И в продолжение темы Норвегии нам опять захотелось ещё и по Польше пользоваться the good to go. Вот сегодня мы взяли в одной кафешке тут недалеко. За 10 злотых получается... Ну, это маленькая, типа, пачка. Ну, вот такая порция супа. И плюс... Такое, как рагу, что-то такое, типа. Да, очень пряное, вкусное. Ой, ребята, так пахнет вкусно. А это очень похоже на рассольник. Да, это рассольник и есть. Ну, не такое, как готовят наши родители, но я попробовала так ложечку. Очень даже вкусно тут, я смотрю, солёный огурец, лук, наверное, какой-то. Может, порей. Такой беленький, красивый, долгий. Долгий, длинный. Морковочка. Какой-то столь щавель. Вот что-то вот это вот. Ну, возможно. Ну, короче, и картошка выглядит, и на вкус это тоже очень вкусно. Злотых, в принципе, ну, не так много, но... Ну, это такой хороший обед. Ну, только что вот для рагу придётся готовить гарниры, да. Ребята, и ещё с того момента, как мы снимали, что нам наш властитель разрешил иметь пёсика, с того момента уже прошло сколько? Недели-полторы? Я не знаю. Ну, наверное, неделя, неделя-полторы. И всё это время мы в поиске нашего пёселя. Мы хотим пуделя тоя. Ну, либо миниатюрного. Либо миниатюрного, да. Ну, неважно. Это сложно. Во-первых... Мы не думали, что это так сложно. Дорого. Во-вторых, много каких-то псевдопитомников, заводчиков. Все там друг друга как-то любят, не любят, непонятно. Мы как бы... С кем мы общаемся, ну, с кем мы общались, и у кого спрашивали, с кем мы общаемся, ну, кто как. Кто-то очень серьёзно подходит, кто-то просто отвечает. Ну, как бы отвечает и говорит цену, и как-то нам... Ну, дорого для нас, да. То есть мы рассчитываем на одну стоимость. Да. Да, мы знаем, что больше мы не можем отдать. Вот. Короче, сложно, ребята. Во-первых... Помимо стоимости, это ладно, как, короче, стоимость это одно. А во-вторых, вот скажи, что сложно, это время. Ну, время, что ждать там. Кто-то говорит, только будет помёт, это зимой. Да, полгода. Ну, кто-то ещё... Так только это родиться, может, зимой. И плюс ещё ждать там несколько месяцев, потому что их отдают же, когда они там уже им 3-4 месяца, да. Мы же ребята. Сложно в другой стране, да это в любой стране было бы сложно, на любом языке. Во-вторых, надо это всё как-то узнавать там эти какие-то клубы, союзы и заводчиков, и разводчиков. Они там... Ну, да. Если говорят, если... Ну, сами заводчики, если взять, ну, типа, подешевле, пёселя, то почему-то все говорят, что он будет болеть. И вот это страшно. Ну, не хочется, чтобы обманули, да? То же ты всё равно же платишь деньги. Не знаю, как-то грустно, я не знаю. Либо нам повезёт, либо... Ну, очень дорого, мы не будем платить. Знакомство в этой сфере, и как это всё делается, непонятно, потому что в интернете очень мало информации, очень мало, кто даёт свои контакты какие-то. Очень сложно найти, как будто это всё только там в каком-то сарафатном радио даётся не знающим людям. то есть в инстаграм, на кого я там подписалась и у кого спрашивала, то есть в инстаграм, там они даже его не ведут. То есть я там смотрю в пуделе, и написано «Ходовля». Ну, думаю, ну, наверное, они продают. Вот, и мы спрашиваем, они отвечают, отвечают, что... Ну, что-то нам не подходит, там, например, они отвечают, там, либо долго ждать, либо очень дорого, ну, какие-то вот такие, да. И нету... Пока мы не нашли то самое, что вот, ну, нам хочется, да. Ну, короче, если кто-то что-то знает или может посоветовать... Ну, труб, да. У кого-то, может, пёсик кто-то покупал, Да, кто-то знает проверенных каких-то людей или их знающих. Мы сейчас рады любому совету, потому что мы уже там сходим с ума, сложно это всё найти и провернуть. А хочется уже побыстрее. И чтобы было надёжно, как-то проверено. Очень сложно. Ребята, короче, пожелайте нам удачи, если вдруг у вас окажется какой-нибудь маленький советик, напишите нам, пожалуйста. Мы будем очень благодарны, потому что полностью сами, как бы, пытаемся разобраться. Как что-то мы сами узнаем, мы обязательно расскажем, потому что тоже, возможно, очень будет кто-то захочет, ну, то есть брать собачку и это. И вам будет это полезно. Ну всё, оставайтесь с нами, мы будем держать всех в курсе. Вдруг следующее видео, мы уже такие, мы купили пёсику, господи, пусть так и будет, ребят, держите хотя бы кулачки, это тоже поможет нам. лайки, комментарии, подписки. И кулачки, пожалуйста. Давай такие кулачки, вот так вот держите. Классно. Да? А мы пошли есть и искать пёселя. Поэтому пока, до следующих видео, надеюсь, будут новости. Да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok